МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «У нас, к сожалению, есть город, по которому еще нет проектной документации для строительства стадиона. В ближайшую неделю будем решать, как эту проблему нам закрыть». Вообще, по словам чиновника, проблемный город не один. Не так давно в спортивных фактах мы рассказывали о ситуации, например, в Екатеринбурге. Но отдельно хочется вспомнить Калининград, где примерно вот так выглядит стадион. Активных работ наша съемочная группа не заметила. Тишина, покой. Этот ли город имел в виду Шувалов, не уточняется. Не ясно пока и как проблема будет решена. Однако предлагаю взглянуть на другую картинку, вот эту. И это новая арена футбольного Краснодара, которая, если что, уже следующей осенью начнет принимать матчи. Почему бы и не чемпионата мира? Вопрос, ответ на него, возможно, получим уже в эту пятницу после сочинского заседания Оргкомитета по подготовке российского чемпионата мира. На нем представят расписание игр, турниры, обсудят строительство стадионов и, возможно, кое-что еще. В общем, ждем пятницы, ну а пока продолжаем подводить итоги среды. Леонид Кучук приступил к работе с футбольным клубом «Кубань». Желто-зеленые под его руководством готовятся к матчам очередного тура российского чемпионата. Соперник – лидер премьер-лиги «Зенит». Игра пройдет в Санкт-Петербурге. В распоряжении белорусского специалиста почти все футболисты команды, исключение Шарль Кабаре и Мохаммед Рабиу. Они в расположениях своих сборных. Буркино-Фасо и Гана сегодня проводят отборочные матчи Кубка Африканских наций. Для большинства, кстати, и тренер, и его помощники – люди не чужие. В позапрошлом сезоне многие желто-зеленые именно под руководством Кучука завоевывали место в Лиге Европы. Сказал, что, я не знаю, может, для болельщиков это для нас, для всех хорошо, что он приехал за трофеями. Требования у него высокие, никому поблажек не будет давать. Все ребята это восприняли серьезно. И по тренировке видно, что каждый момент стараются на 100% отработать. Первый матч под руководством Кучуга. Кубань, напомню, проведет против «Зенита» в гостях у клуба «С берегов Невы». Кубань еще не выигрывала. Матч назначен на эту субботу. Начнется он в 19.00. Ну а мы перебираемся в Сочи, где продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам. Сражаются норвежец Магнус Карлсон и индиец Вишванатан Анан. Позади 8 партий. Последняя победителя не выявила. На 41-м ходу гроссмейстеры согласились на ничью. Такое же решение, к слову, они приняли и в 7-й партии. Но перед этим за столом провели 6 часов. И по рукам спортсмена ударили на 122-м ходу. Я сегодня был не в лучшей форме после вчерашней партии. Я чуть было не заснул, но по ходу встречи мне удалось взбодриться. Вообще, учитывая мое не лучшее физическое состояние, хорошо, что партия закончилась в ничью. Ничего страшного не произошло. Да, я не сумел победить, играя белыми фигурами. Но впереди еще достаточно партий. Сейчас счет в противостоянии 4,5 на 3,5 в пользу норвежца, действующего обладателя титула. Завтра следующая, девятая встреча. Всего, напомню, их 12. Окончательный обладатель титула чемпиона мира 2014 года определится на следующей неделе. Добавлю, что после игры оба шахматиста прошли допинг-тест. Таковы правила битвы за чемпионство. О правилах и не только о них. Кстати, нам сегодня рассказал тот, кто сам когда-то был на вершине мирового шахматного рейтинга, уроженец Туапсе Владимир Крамник. В Краснодарском концертном зале органной музыки прошла встреча сильнейшего шахматиста России с юными кубанскими спортсменами. На ней прославленный гроссместер ответил на вопросы юных любителей интеллектуальной игры, а также рассказал о главном центре спортивной подготовки по шахматам имени Владимира Крамника. Учреждение начнет работать с сентября следующего года. Мы еще должны уточнить уже в деталях, как именно он будет выглядеть. Но он будет затрагивать все регионы края, и базовый центр нашей школы имени Крамника будет находиться в Краснодаре. Я лично сам буду отбирать и тренеров, буду приезжать иногда заниматься с самыми талантливыми детьми. В ближайших планах Крамника поездка в Катар, где он выступит на коммерческом турнире. Был, кстати, Крамник сегодня и у нас в гостях на телеканале «Кубань-24». Интервью с шахматистом смотрите в сегодняшней программе «Факты мнения». Ну а факты спортивные продолжают дела хоккейные. Очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ провела Кубань. Грифоны в Краснодаре пытались прервать неудачную серию. Серию из четырех подряд поражений бились с хоккейным клубом «Липецк». Чего добились, прямо сейчас увидим. Разница в турнирной таблице ВХЛ – 8 очков. Кубань – 13-я, Липецк – 6-й. С таким багажом команды к игре подходили. Фаворитами по всем статьям выглядели гости. На стороне хозяев были трибуны. Краснодарцы дома в последнее время проигрывают редко, а на матчи народа ходят немало. Однако зрителям в первом периоде радоваться было нечему. Не так много моментов и всего одна шайба. К сожалению, торсиды в исполнении команды из Липецка. Краснодарская дружина свой отличный шанс отличиться также имела. Однако Андрей Шепеленко булит реализовать не смог. Никакой недооценки нет. Тем более прошла серия, у нас идет серия из поражений. Хочется дома выиграть первых болельщиков. И, конечно, мы очень прилично настраивались. Во втором периоде пифоны обошли соперника во всем. И по воротам бросали чаще. И в две игры много. И в три раза больше выиграли. Уступили лишь в одном компоненте – в количестве голов. Ворота соперника Кубани распечатать не удалось. А вот Липецк свою шайбу забросил за три минуты до сирены и 0-2 перед заключительным периодом. А спустя 10 минут после его начала и вовсе 0-3. Причем гол гостей выглядел вполне закономерным. Именно они тон задавали. Единственное, что сделать удалось хозяевам – одну шайбу отквитать. Сделал это капитан Сергей Пайор на 57-й минуте встречи. Большего краснодарцам липецкие хоккеисты сделать не позволили. И заслуженно победили. Сегодня не получилось. Как я считаю, команда Липецкого заслуженно сегодня победила. Они использовали наши ошибки. Мы, к сожалению, не нашли свои шансы в атаке. 1-3, 5-я подряд – кубанское поражение. И прежнее – 13-е место. Играть в плей-офф эта позиция, конечно, позволяет. Но до 17-й строчки, которая такого права не дает, недалеко. Всего лишь 3 очка. Цена одного проигранного матча. Мария Фалькова, Владимир Черкашин, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Продолжаем о хоккее. Кубани, как было сказано, у клуба снова тяжелые времена. Беспобедная серия 5 матчей. Прервать ее постараемся завтра. В гости к нам, пожалуй, один из лидеров высшей хоккейной лиги – ТХК, ну или Тверской хоккейный клуб. Команда, с которой грифоны в этом сезоне уже встречались полтора месяца назад. Здесь же, в Краснодаре. И тогда мы победили с отсчетом 2-1. Завтрашний матч начнется в 19.00. Еще раз напомню, пройдет он в Краснодаре. Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика «Спортивных фактов. Герой недели». И эти дни мы проводим с двукратным чемпионом мира по тяжелой атлетике Александром Ивановым. Он уже рассказал об Олимпийских играх, о детстве. Сегодня неожиданная, наверное, история о домашних животных. Вот одна из кошек моих. Вторую я боюсь, она дерется, потому что принести Амурику. Покажи, что ты умеешь. Не знаю, я очень люблю животных. Я с девушкой же живу. Она сейчас просто на работе. Как-то решили завести. То есть британская нравится. То есть у меня собачка на улице еще живет. Ее видели. Просто та кошка всегда дерется. Из-за этого она меня не любит почему-то. И вот мне. Это дерется кошка. Вот сейчас она начнет уже драться скоро. Грачуха, да? А вот эту сестра нам подарила моя родная. У нее кошка окатилась, получается. Я выбрал вот этого котенка. Он тоже британский. Но это добрый. Завтра любитель кошек Иванов продолжит о себе рассказывать. Ну а полное интервью у тяжелоатлета мы покажем в воскресенье в итоговых спортивных фактах. Ну а факты сегодняшние завершены. Приятного вечера и до встречи.